Молдавские спортсмены начали подготовку к летним олимпийским играм в Париже. Заветную путевку на самые престижные соревнования уже получили 6 человек. Еще порядка 15-ти борются за квоты. Как спортсмены готовятся к соревнованиям всей своей жизни? Какие трудности испытывают на этом пути? И в какой поддержке нуждаются? В специальном репортаже. До цели 70 метров это олимпийская дистанция. Ноги на ширине плеч. Все это должно быть параллельно. Тремя пальцами мы стреляем. Один над стрелой, два под. И уже это называется упор. Руку сюда в упор. И начинается само натягивание лука и прицеливание. Лучник Дан Алару первым из молдавской сборной получил квоту на участие в Олимпийских играх. Путевку завоевал на чемпионате мира, где занял шестое место. К такому результату упорно готовился. Темп не сбавляет. Этот год вообще был для меня очень хорошим. Все начинается ведь не просто от щелчка пальца. Это еще начинается с зимы. Мы зимой начинаем готовиться больше физически. Больше тренируемся именно в спортивном зале. И меньше стреляем. И уже летом, когда выходим, наоборот. Меньше зала, меньше тяжелых весов и больше стрельбы. Я начал подготовку еще зимой. Довольно-таки хорошо, можно сказать, для себя. Потому что я потянулся и физически, и по технике. И вот это дало свои плоды. Вот сколько там, 4 месяца, сколько мы тренируемся в зале зимой. Хотелось бы всегда больше соревнований, больше сборов. Потому что это всегда дает свои плюсы для развития. Поднимает свой результат. В апреле у нас был месяц в Турции, где мы только тренировались. Мы были вот в этом всем, как на соревнованиях. И как бы вот это дало плоды, как бы, оно мне помогло, к примеру, поднять свой результат. И там уже начать весь этот год удерживать этот результат. Каждую тренировку Дан выпускает по мишени не менее 250 стрел. Важно оттачивать технику, несмотря на ветер, дождь или зной. Хороший результат для меня – это зайти в первую десятку. Потому что попадание сюда уже на эти Олимпийские игры было довольно-таки сложно. Каждая Олимпиада все сложнее и сложнее. Потому что появляются новые технологии. Спортсмены понимают, для чего они это все делают. И все готовятся. Начали уже взаимствоваться техники из всяких разных спортов. По концентрации из всех. Формула-1. И такие, да, очень интересно наблюдать за командами, как они к этому готовятся. И ты понимаешь, что у тебя конкуренция серьезная. Ты должен тоже к этому приложить руку и быть всегда в тонусе. И знать, что можно ожидать от своих соперников. Большие ожидания от Парижа не только у Дана, но и у его тренера. Ирина Чекалова воспитывает спортсмена уже 15 лет. Она уверена, ее подопечный будет бороться до последнего выстрела. Тренер берет часть на себя, пытаясь разгрузить спортсмена психологически. Потому что спортсмен должен на соревнованиях стараться выполнить комплекс технических элементов, которые он выполняет на тренировке, чтобы это было стабильно, чтобы не менялась техника и чтобы это дало результат. Спортсмену в альтернативной стрельбе в финалах дается 20 секунд на выстрел. За 20 секунд, я вас уверяю, что и ветер может поменяться. И тоже нужно акцентировать на этом внимание, чтобы спортсмен не упустил этот момент. Потому что от этого тоже зависит результат. Потому что стрела – это не пуля, хоть она и летит с большой скоростью, но корректировать это все нужно. Как любой нормальный тренер, да, я хочу медаль. Но я опять же понимаю, что там будет, и какие там результаты, и какой там уровень. То есть девятое в мировом рейтинге – это не значит, что это первая или тройка в Париже. На любой олимпиаде. Потому что попадание на Олимпийские игры – это огромный успех для Молдовы в стрельбе из лука. Вольная борьба – еще один вид спорта с большими шансами на Олимпийский педестал. Анастасия Никита – вице-чемпионка мира в категории до 57 килограммов. Недавно она завоевала серебро на мировом первенстве. Результат мотивирует ее на олимпийское золото. Мой соперник номер один – это японка. Она первая в мировом топе. Она четырехкратная мировая чемпионка. Возможно, я буду бороться именно с ней. Я уступила ей сейчас на чемпионате мира только один пункт. Был счет 3-2. Я была очень близка к победе на этом чемпионате. Действительно, Олимпийские игры – это соревнование более психологическое. Кто в этом силен, тот и выигрывает. У меня, к счастью, уже есть опыт на Олимпийских играх. Я была в Токио в 2021 году. И я прочувствовала собственной кожей, что это такое. И сейчас я более расслаблена. Ведь это обычное соревнование. По уровню чемпионат мира намного тяжелее, чем Олимпийские игры. Потому что на чемпионате мира 36 девочек в категории. А на Олимпийских играх только 16. В межсезонье Анастасия отправится на сборы. За границей лучше условия и больше соперниц в ее весовой категории. В Молдове инфраструктура спортивная намного слабее, чем в других странах. Было бы хорошо иметь центр для реабилитации спортсменов. Спортзалы с современным инвентарем. Не говорю уже о питании, массаже, психологе, медике. Все это есть в других странах. А мы должны сами себе их искать. У меня было много ситуаций, где я была вынуждена обращаться к врачам из других стран. Даже на чемпионате мира в прошлом году в финале я травмировалась. И обращалась к врачу из Германии. Чтобы он мне помог, поставил три анестезии. Чтобы у меня прошла боль и я могла бороться в финале. Легкий ветерок. Волны. Можно еще поймать последние лучи. Тепла. За свою мечту борется и иконаист Олег Тарновский. Призер чемпионатов мира и Европы. Сейчас он готовится к соревнованиям, которые пройдут в мае. Если одержит победу, то попадет в Париж. Пока погода позволяет ежедневно тренируется на водохранилище в Гидигичи. Гидигич это, так скажем, большое озеро. Для нас это немаловажно. И прямое, и другой возможности нет. Но в общем оно для нас хорошее. Для проведения любых наших тренировок. Как коротких, так и длинных. То есть длинные, прямые. И в большинстве случаев по погоде все супер. У Олега 20 лет опыта в большом спорте. Что такое Олимпийские игры, тоже знает. Сейчас он готовится к дистанциям в каное двойке. Его младший брат Сергей Тарновский уже получил квоту и выступит в Париже в одиночке. Мы так решили разделить, потому что все дистанции сходятся. Программа настолько соревнований. Когда-то можно было совмещать. На данный момент почти нереально совместить одиночку и двойку. Потому что они делают программу, что сначала идет одиночка, и через 20-30 минут идет двойка. Это невозможно. Надо минимум хотя бы часа 4-3 для того, чтобы восстановиться. В декабре Олег тоже отправится на сборы в Турцию. Ветер и сильные волны влияют на качество и технику тренировки. У нас из-за ветра нет чувства воды, нет скорости. И нам тяжело. Потому что у нас циклический вид спорта. Все на технике. И оно влияет. Где-то мышцы зажимают, где-то больше потом. И это надо, так скажем, вовремя реагировать на эти моменты. Потому что они в дальнейшем, если ты на это не среагируешь, оно будет накапливаться, и ты не будешь понимать, в чем проблема. Но это все с опытом. Это нельзя даже просто заметить. Это должен каждый чувствовать. Профессиональный спорт – это не только 8-часовые тренировки каждый день. Атлетам для достижения результатов необходим целый комплекс мер. Специальное питание, дорогостоящий инвентарь, а также помощь врачей, массажистов и другого персонала. Из-за нехватки ресурсов зачастую тренер берет на себя все заботы о воспитаннике. Когда тренер думает, будет чем прокормить следующий месяц спортсмена или не будет, это уже минус. То есть он не думает о том, как бы улучшить в процессе подготовки, в методике, в развитии. А он думает, как бы хоть обеспечить, чтобы мероприятие прошло. То есть сбор прошел или какие-то. И это сказывается. Потому что у наших конкурентов, у них, во-первых, наука на таком уровне. Во всех командах, когда приезжаешь, то состав в два раза больше за счет научной бригады, те, которые помогают, врачей, массажистов, диетологов и все остальное. Мы, к сожалению, тренер выполняет и начиная от массажистов, врача и администратора, и все остальное, и тренерский. Естественно, что есть много нюансов, где где-то какой-то сегмент, какая-то ситуация где-то проваливается. И тут сказывается именно спортсмена. Не хватает не только кадров, но и финансирования. В годе около 50 миллионов лей на весь спорт в Молдове, на подготовку. Это очень скромно. Очень скромно. Поскольку есть многие команды, которые получили 20 или 100 тысяч лей только на год. Как можно такие? Ну, невозможно так и рассчитывать, что подготовишься. Да, можно за счет умений, энтузиазма один месяц потерпеть другой. Но это речь идет о круглый год. И поэтому нужно эти вещи. Ну, даже какие мы экономные не были, ну, не справляешься. Это невозможно. И дома тут надо даже просто прокормить. Не можешь спортсмена хорошего уровня кормить на 250 лей в день. Ну, невозможно его. Да, если речь о том, что кушал хлеб и кашу, только можно. Но что ты с него получишь? Какой эффект тренировочный? Или вообще какой результат получишь с него? То есть нужно обязательно спортсмена где-то кормить здесь хотя бы на 600-800 лей. И кормить качественно, дать набор витаминов. В этом году государство увеличило поддержку спортсменов высоких достижений. 147 атлетов получают стипендию за выдающиеся успехи на соревнованиях. Большинство в размере средней зарплаты по экономике. 11 700 леев. Самые высокие стипендии, составляющие почти 47 тысяч леев, в этом году получают только два спортсмена. Стипендии получают спортсмены, которые выигрывают соревнования и занимают от 1 до 16 места на чемпионатах Европы и мира. Также они варьируются в зависимости от возраста. Самые маленькие 5800 леев. Это до 16 лет, у которых есть результаты на европейских чемпионатах от первого до третьего места. И также уже взрослые спортсмены получают стипендии. В прошлом году стипендии были удвоены на основании средней зарплаты по экономике. Если объяснить в двух словах, то раньше в категории до 16 лет за третье место на европейском чемпионате спортсмен получал 3000 леев. Сейчас полторы средней зарплаты по экономике. Она в этом году составляет 11700 леев. В следующем году она еще вырастет и, соответственно, нам не надо будет корректировать стипендии. Они будут сами расти. За последнее время министерство вложилось в ремонт нескольких объектов спортивной инфраструктуры в стране. Проекты реализует в том числе по программе «Европейское село». У нас есть главная база для подготовки наших спортсменов. Это спортивный центр подготовки олимпийской сборной команды. Туда было инвестировано много денег. Центр был отремонтирован полностью. На базе есть три больших зала для вольной борьбы, греко-римской дзюдо. Есть еще зал для бокса и токвандо. Были поменены маты. Федерация дзюдо, имея поддержку Международной Федерации, поменяла татами. Привезли тренажеры. При центре есть отель на 80 мест. Его отстроили полностью заново. Государство инвестировало и в центр подготовки для бокса в селе Грименкауть. Там Петру Кадук, тренер, который подготовил двух призеров Олимпиады. Инвестировали порядка 16-18 миллионов леев. Сейчас Министерство образования и исследований разрабатывает стратегию по развитию спорта. Ставку делают на социальную инклюзивность, в том числе для любителей и спортсменов с ограниченными возможностями. Параллельно ищут деньги на реализацию этой стратегии. Она станет частью плана «Молдова-2030».